Друзья, всем привет! Снова я тут в эфире. Сегодня речь пойдет о таком степлере. Вы видите, что это за марка, вслух я ее не буду называть. От этой марки инструменты относительно есть бюджетные, есть дорогие, есть хорошие, есть плохие. Это не реклама. Я просто хочу рассказать про степлер за 600 рублей. Ну, тире 800 он сейчас стоит. О его свойствах хочу рассказать. Также хочу сказать о том, что вот эта модель, она достаточно распространенная и может быть под разными логотипами. Произведена, естественно, в Китае. Давайте я постараюсь без воды, а то всегда много болтологии у меня на канале. Я рад, кстати, тому, что вы подписываетесь на меня, ставите какие-то оценки, лайки, дизлайки. Все-таки смотрите. Мне это очень приятно. Я вот стараюсь какие-то полезные видосики пили с пользой, информированием о том, какие инструменты бывают, какие плохие, какие хорошие. Давайте поговорим про этот степлер. Это не новый степлер. Он уже по видавшей виды. Старый. Я специально про не новый говорю. Видите, как он выполнен. Он металлический, да, такой достаточно массивный. Здесь нет защиты прижатия, да, вот этой вот клавиши. Она всегда так торчит, вот этот рычаг. Здесь есть регулировка скорости, не скорости, а регулировка усилия, да. Можно ослабить пружину до конца. То есть совсем будет легко нажиматься и слабо забиваться. Скоба. Про скобы, кстати. Вот скобы я приготовил здесь. Буду называть производителя, но они везде продаются. Фирменные и нефирменные. 53 размер сюда надо ставить. Самый распространенный 53. Ширина там вот 11.4 миллиметра и 10 миллиметров сами вот эти вот иголки, которые вот сюда влазят. И вот по ширине он, да, 11.4. Они разные бывают. Продаются вот так вот по тысяче штук. Каленые, не каленые. Ну, то есть вы читаете на упаковке. Или просто методом броп и ошибок выбирайте себе и запоминайте, какие надо будет потом в последующем. Вот для таких вот степлеров. степлеров. Ну, вот смотрите, он не развалился. Этот степлер за много лет. Он такой вот, вот, потерся весь, да. Но достаточно живучий. Выполнен хорошо. Есть даже вот, вот эта модель даже изготавливается для брендовых, опять же, вот скажу, для брендовых компаний. Судя по всему, когда брендовые компании уже когда-то освоили, да, перешли на другие новые совершенные модели. Там какие-то патентованные авторские. Китайцы вот в общую производственную линию, да, запустили для всех желающих, вот, под брендирование, да, вот эти вот изделия, да. И изготавливают на своих промышленных мощностях. В общем-то вот так. И вот смотрите, ну, он не развалился, да. И вот тут вот на стопорных кольцах все держится. Это, ну, есть небольшой люфт, но это специально технологически. Это должно быть вот так вот здесь. Оно не должно быть прям плотно, потому что вот здесь даже подпружинено где-то есть. То есть у него должны узлы и есть свободный ход. Вот сюда масло заливается. Я сейчас, кстати, для вас, при вас залью сюда маслица. Я давно не заливал. Рекомендую иметь всем вот такой вот флакончик с таким маслицем. Вот я вытер его весь, да, ну, промазал. Это нужно делать. Вы сейчас поймете, почему. Потому что он плавнее работает. Сейчас это в процессе, это увидите. Итак, вот смотрите, заряжается обойма вот этих скоб вот сюда. Путем, вот смотрите, здесь такая клавиша. И вот это вот обойма, поршень, или как его назвать, я не знаю. Он вот, видите, вот здесь вот так вот отжимается и на себя вытаскивается. Вот здесь укладываются вот эти вот скобы. Вот они, видите, как раз я сюда их уложил. Ровненько надо их укладывать. Можно положить сюда целый ряд. Вот так продвинуть вот этим поршнем и до конца зажать. И они вот сюда вот встают, защелкиваются. Прицел здесь есть, кстати, вот что удобно. Вот по вот этим вот шлицам можно заметить. Вот я сейчас открутил колесик усилия вбивания назад на минус до конца. Демонстрирую, как вот забиваются скобы в деревяшку, допустим, да. Ну, я еще раз повторюсь, 53, да, 53 размера, 11х4 сюда идет. Можно и поменьше, но большие уже не влезут какие-то такие мощные. И вот смотрите, вот так вот он прикладывается плотненько. И потом вот клавишей пристреливается, нажимается клавиша. Вот, видите, вот забилось. И посмотрите, на слабом усилии вот как она немножко выпирает, не сильно выпирает. И на слабом усилии забивается хорошо. И вот видите, я промазал, да, даже масло чуть-чуть отстреливается. Но это временно, оно потом подкоксуется там, да, и не будет так вот оно. И я не давлю вот на деревяшку, я просто приложил. Можно, но желательно, конечно, плотно прикладывать. Осечки он дает, когда он не промазанный или когда неподходящие скобы. Вот они, видите. Это у нас на полном минусе. Можно на средний минус открутить. Примерно половину. Особо никакого различия нету. Все то же самое. То есть половина здесь нет. Здесь либо полный минус, либо полный плюс. Сейчас на полный плюс вот откручиваю. Ну, много здесь, кстати, приходится крутить. И давайте вот с полным плюсом сейчас. С полным плюсом уже более тугой курок, рычаг. Вот, видите, раз. Вот. Но эффекта особого как бы нету. Пристрелил. Вот она вогналась в самую глубь. Она утопилась. Колесик плюс, регулировка, он утапливает их в глубину. И вот смотрите, видите, я сколько щелкаю. Нет никакой осечки. И не будет ее. Потому что вот эта модель, она достаточно удачная и успешная. Есть разные, повторюсь, бренды. Опять же, есть фирменные бренды. Но, видите, вот эта модель, она отдана на откуп уже различным другим вот этим вот ОМ компаниям. Это Original Engineering Management. Management, что-то вот такое, как-то переводится, когда вот все желающие могут себе размещать заказы под своими брендами на заводах-изготовителях. Вот, пожалуйста, вот он такой вот степлер. То есть, недорогой, бюджетный, но успешный. То есть, работает хорошо. Решил вам просто показать для того, что я знаю о том, что вы... Вот, видите, это у меня скосилась рука, вот, о чем я говорил, что нужно плотно. Но, видите, как он забивает в кривь, вот, в кривь. То есть, надо прикладывать плотненько, вот так, к поверхности. Вот, раз, видите, и уже нормально. Это, кстати, я вот тут вот уже против волокон, как бы, видите, дерево. Вбиваю против волокон, и вот он все равно вбивает, да. Давайте вот так вот по волокнам, да. Вот, раз. Вот первая осечка, смотрите. Потому что он не полностью, я его приложил, он осечку дает, когда не полностью вы прикладываете степлер. Вот, зато сейчас, вот он плотно. То есть, если вы в перекос, он может не забить. Смотрите, вот, в перекос. Опа. Видите, как она? Вот так вот. Вот, в перекос. То есть, что происходит в перекос? Или когда вот, когда не плотно. Вот, смотрите, вот так вот. Видите? А, он вогнал, смотрите, вогнал ее даже на расстоянии. Ну-ка. Вот. Вот. Через осечку, когда не прикладываешь. Но вот так, вот такой эффект происходит. Посмотрите, так, секунду. Ну, нормальный степлер. Вот. И теперь вот я хочу рассказать про обслуживание. Да. Вот из него сыпется, ну, пыль. Не пыль, а вот металлические вот эти все частички. Какая-то, ну, соринки какие-то. И он собирает в себя пыль различную. Да. И для этого дела нужно иметь вот такую щеточку. Я его всегда вот так прометаю. Да. То есть, ну, вообще весь инструмент надо периодически прометать, чтобы он всегда был в боевой готовности. Да. И вот после масла он у меня такой жирненький. Но это, это ничего страшного. Это даже полезно. Пусть он будет жирненький. Потому что там пружины этого хотят. И вот смотрите, в процессе работы, значит, заканчиваются, когда вот эти скобы, вам на этом степлере надо смотреть количество периодически. Потому что здесь нет окошка индикации, ну, или показателя количества или наличия скоб. Да. Вот как в хороших есть тоже степлерах за 2000, там, за 3000 степлера. И вот интересно, кто себе может позволить при нашем нищебродском положении сейчас в стране, а я уверен в этом, что очень большое количество сейчас людей в принципе с небольшим достатком и стоят перед выбором о каких-то покупках, да, и думают, что же получше-то купить и побюджетнее. Интересно, вот кто себе может позволить за 3000 степлер вот такого формата. Я вот мечтаю, но я не могу себе такое позволить. Поэтому вот пользуюсь вот такими вот инструментами. И, кстати, я сколько мастеров встречаю и по работе, да, вот у меня частенько приходится видеть, у кого какие инструменты. И мы делимся с коллегами между собой, у кого какие, да, потому что всегда хотим смотреть, знать, быть в курсе, какие хорошие, какие плохие. Ни у кого нету фирменных там на 100% полностью комплекты именно фирменных инструментов. там, опять же, про те же отвертки, вот я рассказывал. Мало у кого есть хорошие, у всех Китай, да, там, и все мучаются. Или есть у кого-то попадается хороший Китай, да, там, он не мучается. Но вот именно брендовых, фирменных мало у кого есть. Ладно, это полемика. Вот. И смотрите, вот про щеточку, то есть вот обязательно надо здесь прометать. Он собирает пыль в себя, вот этот степлер. Причем он масляный, да, когда он периодически, его нужно подчищать. Вот, друзья, если вы стоите перед выбором, какой приобретать, вот рекомендую вот такую модель. Не обязательно, опять же, этой марки. Есть они разные. Присмотритесь, вот, запомните. Я, честно говоря, не знаю, как она называется, но я, кстати, видел на западных сайтах вот эту модель. А раз есть она на западных сайтах, то есть, там, там, Amazon, eBay, там, да, всякие другие различные, там, маркетплейсы, так скажем, западных стран, там, США, Германия, Европа. И вот там присутствие вот этой модели, это говорит о том, что эта модель, она, значит, востребована, допущена, и там, за рубежом, ее продают, и она вполне имеет место быть. Дешево, конечно, тоже стоит, как у нас, дешевле. Вот, и у нас она, вот я повторюсь, 600 рублей, тире 800, 1000, где-то, вот, они есть такие, ну, это не две тысячи, и не три, и не еще сколько-то там, да, и вот он работает, вот, видите, я, вот, еще раз, в оконцовке, смотрите, вот, добью, там остатки остались, вот, видите, ни одной осечки, вот, все, нету больше скоб, это я остатки пробил, вот, их нету, вот этот поршень, он, кстати, не теряется, он вот здесь, и пробил я все, вот сейчас, в оконцовке, все на плюсе, на минусе вы видели вначале. На этом все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, всегда рад, всегда заимка, пока-пока.